Да, да, космическая ракета! Которая сегодня приземлилась в самом центре этого праздника. Волок-Дагдад цветочная развернулась у сцены Кремлевского сада. Можно сказать, что это большая открытая мастерская городских сообществ. То есть здесь сегодня объединились сети общественной организации, молодежное движение, которое так или иначе делает человека красивее и лучше. Размах цветочного праздника действительно космический. Всего здесь шесть площадок. Многие пришли в цветочных нарядах. Праздник посвящен красоте. А что, как и не цветок, лучше всего ее символизирует. У нас наряды, тема цветочная, так у нас и цветы. Соответственно, сын старший выступает в роли садовника у нас. Запланирована дочь в роли розы, малыш в роли дуванчика, который у нас постоянно летает, неугомонный. Для юных волокжан территория детства. Здесь пускают мыльные пузыри, рисуют, строят огромные замки из конструктора. А вот на площадке «Богатырский дух» то, к чему мы совсем не привыкли. Шлемы, щиты, мячи и средневековые бои. Мы организация «Стоп» спортивно-эстерическое фехтование. Что конкретно за игры вы проводите? Конкретно в спарринге один на один, один на несколько человек, также бугурты. Рядом состязание проводит Вологодский шахматный десант. Сходил слон С4, чтобы заплатить однополе в центрах. Я следил конем в шесть, нападая на центральную пешку. Стратегия обычно начинается после первых ходов парки, то есть после дебюта. В дебюте обычно все стандартно. Цветочные костюмы, сладости, украшения, поделки, фруктовые напитки. Здесь же фотозона и угощение от национальных диаспор Вологды. Главная идея – доказать, что красота во всем, и она может быть разной. Друзья, встречаем наших участников бурными аплодисментами. В кульминации праздника стал цветочный принт – конкурс на лучший костюм. В нем четыре номинации для целых семей, мам и детей, бабушек, детей-двойняшек и тройняшек. Вот такая демонстрация у нас. Отлично, это очень здорово. В Лакжане дефилировали на сцене. Для конкурса многие смастерили костюмы из живых цветов. Кто-то искал идею наряда даже в стихах. И сравнивать так можно бесконечно. И в самом деле истина проста. Цветы обязаны цвести, конечно, направить всем любовь и доброта. Аплодируют не только наши конкурсанты, но и наши зрители. У меня называется костюм «Кукуруза». И он изготовлен из цветов и тоже травы, которая растет у реки. Костюм называется «Инфанта», «Юная принцесса». Сделан также из картинзи, асока и все это на каркасе. И полтора часа, получается, его одевали на меня. И до этого сколько времени он делал, пока все это свяжешь, я думаю, вполне часов 4-5 потратили. Семья Саленин победила в номинации «Цветочный фэмили лук». Они постоянно участвуют в городских праздниках. На Дне семьи, любви и верности, например, выиграли сертификат на покупку ткани. Из нее и сшили костюмы, в которых все вместе дефилировали на сцене. Мы покупали очень хорошую ткань, красивую, яркую. Очень долго шли. И мы дво дня трудились. Бабушка наша трудилась, шила платья. И мама. Проект «Волок-дог-да» реализуется уже три года и объединяет десятки городских сообществ и компаний. Этот праздник прошел при поддержке гранта Росмолодежи. Следующая «Волок-дог-да» состоится уже в августе. Посвящена она будет экологии. Татьяна Чеплагина и Михаил Прещев. «Волок-дог-да» РФ.